Сезон дорожных работ в Чувашии на финишной прямой. В ноябре месяце мы завершим полный объем, физический объем работ и до 1 декабря уже зададим всю документацию и завершим все работы в этом году. На приведение автотрасс республики в нормативное состояние по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году выделили почти 4 миллиарда рублей. Растили с весны, чтобы теперь выпустить в самую большую реку Европы. 1 174 штуки, сейчас будем сюда выпускать. В Волгу на постоянное место жительства отправили очередную партию мальков стерляди для искусственного воспроизводства водных биоресурсов республики. Покорить Сибирь с бензопилами в руках. Вы лучше из лучших. На ваших примерах учатся молодежь, которая очень нуждается в лесном хозяйстве. Очень нуждаются в специалистах, людей с горящими глазами и искренне любящих свою профессию. Заволжские лесорубы стали лучшими на чемпионате России, прошедшем в Красноярске. Популяризировать туризм среди школьников. Инициатором я была сама, я захотела сама зарегистрироваться, попросила у мамы некоторые данные, которые нужны были, и зарегистрировалась. В рамках программы детского туризма школьников поближе знакомят с предприятиями и учебными заведениями Чебоксар. Здравствуйте! В прямом эфире «Вести Чебоксара» о событиях пятницы расскажут корреспонденты ГТРК «Чувашия» и я, Екатерина Храмкина. Новым школам в Чувашии быть теперь уже точно. Сегодня в Доме правительства заключили концессионные соглашения на строительство трех образовательных учреждений. Согласно им, новая школа на 1400 мест появится в столичном микрорайоне «Солнечный». В городе «Спутники» на улице воинов-интернационалистов образовательное учреждение вместит чуть меньше 1100 учеников. Также школу на 825 мест построят и в поселке Кугеси. Сделать это подрядчикам необходимо до конца 2024 года. Это одно из главных условий концессии. Все образовательные учреждения будут отвечать современным стандартам, отметили в региональном Миноборе. Кроме учебных классов, там планируют открыть специализированные кабинеты – IT, инженерно-технологические, медико-биологические. Помимо этого, в каждой школе будут бассейн, мастерские, лаборатории. А в Кугесях еще и телестудия. Эти школы будут оснащены самым современным оборудованием по действующим нормативам. И кроме того, в консессионном соглашении прописано, что консессионер, который построит эти школы, обязан своевременно менять это оборудование, установленные нормативы. И дети будут чувствовать, что занимаются разновным современным оборудованием на протяжении всей эксплуатации образовательных учреждений. Сумные соглашения школы должны быть построены в конце 2024 года. Надо отметить, что сумма по строительству школ достигает 5,6 миллиарда. В том числе 2,7 миллиарда – это средства федерального бюджета. По двум объектам мы планируем до конца этого года уже выйти на строительную площадку. И для нас крайне важным является полная мобилизация, создание временного городка строителей. Все эти работы, подготовительные, так называемые, должны закончиться в этом году. Непосредственно к строительству, приступим уже с следующего года. Напомню, в феврале этого года Министерство образования Чувашии направило заявку в Минпросвещение России на строительство семи школ. Пока одобрили только три. Остальные четыре будут участвовать в следующих этапах конкурса. Появятся ли образовательные учреждения в столичных микрорайонах «Акварель», «Новый город», «Лента» и «Радужный» решат на федеральном уровне. Сезон дорожных работ в Чувашии постепенно подходит к завершению. В этом году по анацпроекту «Безопасные и качественные дороги» выделено почти 4 миллиарда рублей на приведение автотрасс Республики в нормативное состояние. На эти средства должны отремонтировать около 118 километров. Как выполняется этот план и на каких еще дорожных объектах сейчас активно работают подрядчики, узнала наша съемочная группа. Участок автодороги Комсомольской Яльчики-Буинск протяженностью 9,5 километров – один из тех, которые в этом году обновляют по анацпроекту. Работы провели достаточно быстро, отмечают в районной администрации. Подрядчик полностью заменил асфальт. Обочины укрепили щебнем, а асфальт и бетонной крошкой оборудовали шесть остановочных площадок. Остается только нанести разметку. Местные власти рассчитывают также обновить и еще один участок этой дороги. Надеемся, что и следующий участок этой республиканской дороги, который имеет тоже положительную экспертизу и приятную документацию, войдет в эту программу и будет очень хорошая, качественная дорога в следующем году. По анацпроекту «Безопасные качественные дороги» в республике отремонтированы уже более 95 километров автотрасс из запланированных на этот год 118. Сейчас идет приемка работ. До ноября месяца мы завершим полный объем, физический объем работ и до 1 декабря уже зададим всю документацию и завершим все работы в этом году. А вот в селе Шигардан Батаревского района в рамках республиканской программы строят дорогу протяженностью 2,5 километра по улице Ленина. Она центральная в населенном пункте. К ней примыкают еще 12 улиц. Поблизости расположены детский сад, школа, другие социально важные объекты. Каждый день здесь проезжают более 500 машин, рассказывают в местной администрации. Качество старой дороги жителей не радовало. Сейчас уже уложен асфальт, установлены водопропускные трубы, появятся здесь и тротуары. Причем работы идут с опережением графика. На данном этапе полностью дорожная одежда сейчас собрана. Асфальт уложен везде. Ведется строительство тротуарных дорожек. Осталось устройство знаков и искусственные неровности. Так что планируем сдать в этом году. Этот объект запланирован, запроектирован на два года. 22-23 год. Сдача этого объекта должна была быть в августе 2023 года. Но так, как повезло с подрядной организацией, мы работы по строительству вот этой дороги. 2,5 километра завершим уже в этом году. Буквально через месяц эта дорога будет сдана в эксплуатацию. Объем дорожного фонда Чувашии на этот год составил более 7 миллиардов рублей, напомнил профильный министр. Будет отремонтировано 216 километров дорог и построено 18 километров новых трасс. Юлия Скрябина, Алексей Янекин, Святослав Петров. Вести Чувашия. С 1 октября водители смогут предъявлять водительские права инспекторам ГИБДД в электронном виде через приложение госуслуги авто. Правда, пока в тестовом режиме. До конца года ГИБДД России совместно с Минцифрой страны планирует доработать перевод прав в электронный вид. А чтобы документ стал в полной мере законным, сейчас готовятся необходимые поправки в ПДД. Также ведется работа над обновлением приложения, чтобы сервис мог работать и офлайн. В рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» Волгу выпустили очередную партию мальков-стерляди для искусственного воспроизводства водных биоресурсов республики. К новому месту жительства сигалеток из Самарской области транспортировали в специальных термоконтейнерах с поддержанием оптимальной температуры, чтобы вода в водоеме не была холоднее или теплее, больше, чем на 2 градуса. Зарыбление похоже на развлечение в аквапарке. Стерлядь из контейнера скатывают по длинной пластмассовой трубе, словно с горки, в воду. Выпустить рыбу необходимо на большей глубине реки, чтобы она не прибилась к камням и не осталась у берега. Каждая из выпущенных мальков весит не менее 3 граммов. С такой массой им будет легче адаптироваться к новым условиям обитания. Чтобы осенью улучшить экологическое состояние самой полноводной крупной реки Европы, выращивать мальков начали еще весной. А икринки получили от рыб, за которыми ухаживали не менее 5 лет. Так что это довольно длительный процесс, но, к сожалению, далеко не все мальки смогут прижиться в водоеме. Выпускаем мы сегодня и в Куйбышевское, и в Чебоксарское водохранилище совместно чуть больше 33 тысяч. Что касается выживаемости, то наука говорит о том, что до половозрелого возраста доживает от 1 до 3 процентов рыбы, выпущенные в реку. Отмечу, это уже не первая акция по зарыблению водоема, проведенная в этом году ранее. В Волгу было выпущено более 110 тысяч осетровых. Качество горячего питания в школах по-прежнему волнует родителей. Уходя на работу, не каждый взрослый спокоен за ребенка, что тот будет сыт и сможет с легкостью справляться со всеми классными и домашними работами, которые его ждут в течение дня. С начала этого учебного года два пилотных муниципальных образования в Чувашии перешли на централизацию школьного горячего питания. Аутсорсерами в Валиковском районе и Красноармейском муниципальном округе выступили предприятия системы Чувашпотребсоюза. Наша съемочная группа побывала в одной из школ вместе с министром образования республики и поинтересовалась у детей, все ли их устраивает в новом меню. В соответствии перечня блюд обеду. Закуска есть, горячее первое есть, второе блюдо есть, напиток есть. Все в порядке. В Траковской школе и без выездных комиссий есть кому проследить за качеством питания. Во-первых, с самого утра бдит школьный ревизорро, проверяя наличие мыла в умывальниках, чистоту в школьной столовой, соответствие меню утвержденному 12-дневному и внешний вид поваров, которые готовят еду. Замечаний нет. Все повара соблюдают. Следом за ревизором, на соответствие порции, весу, необходимым калориям и, главное, вкусовым качеством, суп картофельный с макаронами, пюре с рыбой и запеканку творожную проверяют более старшие товарищи – родители. Уж у них-то точно высокие критерии оценки. Кормят вкусно. Я проходящим даже рекомендовал. Вот очень вкусно. Ешьте. И дети, я вижу, слышал, хвалили. Ели мы запеканку творожную с вареньем. Очень вкусно, кстати. Сегодня проверить подачу горячего питания в школу прибыл министр образования Чуваши. Это даже связано не с тем, что кто-то сомневается в его качестве, а больше с изменениями в его организации. Школа перешла на аутсорсинг, а у ее директора появилось больше времени на учебно-воспитательную работу. На сегодня все овощи – это поставка местных фермеров, сельхозпроизводителей. Мясо и курица – это тоже поставка именно чувашских производителей. И здесь аутсорсеры получили задачу от министерства образования, от администрации муниципалитетов четко придерживаться, чтобы это были местные сельхозпроизводители. Потому что это и сертифицированная продукция, это более дешевая продукция, не надо заниматься доставкой из дальних регионов. Ну и качественное питание, потому что сельхозпроизводители, конечно же, несут определенную ответственность, авторитет перед местным населением за те продукты, которые они поставляют. По-новому организованные завтраки и обеды в школе уже оценили и сами ученики. Нас кормят хорошо, вкусно. Мне больше всего нравится пире. Питательно, калорийно, здоровая пища. После обеда активные ученики и их родители встретились за круглым столом с министром и смогли задать свои вопросы о школьном меню. Среди них были такие, почему рыба вареная, а не жареная, и почему нет разнообразной выпечки. Ответ был логичен. В приоритете – здоровое питание школьников. Екатерина Храмкина, Надежда Александрова, Вадим Владимиров, Вести Чувашия. С победой из Красноярского края лесорубы Чувашии стали чемпионами в эстафете и абсолютными чемпионами среди вальщиков леса с бензомоторными пилами на завершившемся чемпионате страны. Демонстрировать свои навыки в Сибирь отправились пять лесорубов из нашей республики. Среди них была и девушка. Вообще на конкурс профмастерства съехались 74 профессионала из 17 регионов России. Как нашим удалось обойти конкурентов, расскажем в следующем сюжете. За два соревновательных дня каждому из 74 и без того виртуозно владеющих бензопилами лесорубов нужно было доказать, что именно он достоин носить звание чемпиона страны. Прежде чем приступить к испытаниям, напутственные слова от организаторов и объяснение, зачем вальщикам со всей России нужно было преодолеть тысячи километров, чтобы собраться всем вместе. Вы лучше из лучших. На ваших примерах учатся молодежь, которая очень нуждается лесной хозяйства. Очень нуждается специалистов, людей с горящими глазами и искренне любящих свою профессию. Поэтому я желаю всем удачи. Испытания вроде бы знакомые. Поварить дерево, очистить ствол от сучков и сделать спил. Все это ребята уже не раз проделывали сначала на региональном этапе, потом на окружном. Но на всероссийском как-то к делу еще ответственнее подходить стали. Тем более, что судьи, следящие за выполнением работ, здесь очень требовательные. А вот так конкурсанты очищают ствол дерева от сучьев. Главное сделать работу быстро и качественно. Ответки на бревнение должно остаться и следа, иначе минус балл. Снимают очки на конкурсе много за что. Слишком узким или толстым оказался срез. Не в тот угол сектора рухнуло спиленное дерево. Так что каждое свое действие и шаги лесорубы вымеряют тщательно. Команда из Чуваши оказалась зарка, точна и мастеровита. Эти качества и позволили взять золото в эстафете чемпионата и стать абсолютными чемпионами среди вальчиков леса бензомоторными пилами. Из 74 участников соревнований профмастерства трое девушки. Из Чувашии, Татарстана и Карелии. Они наравне с мужчинами валили деревья и меняли цепи на бензопилах. Шутят, маникюр им в этом деле ничуть не мешает. Галина Климина работает в чебоксарском лесничестве. В регионе участвует в соревнованиях постоянно, но на российских нынче дебютировала. В результате заняла второе место среди женщин. В Куреции пока маленькая, нас только трое. Хотелось бы, чтобы с каждого региона выступала девушка. Отмечу, что призовой фонд всероссийских состязаний составил 4,5 миллиона рублей. Деньги между собой разделили победители всех номинаций. Чемпионат России лесоруб состоялся уже в седьмой раз. И интерес к конкурсу профмастерства не угасает. Где он пройдет в следующем году, организаторы пока не говорят. Но инструменты наши заволжские вальчики в ящике не прячут. Все-таки навыки нужно постоянно совершенствовать. Евгений Зиновьев, Вести Чуваша. В Чебоксарах прошел форум чувашских путешественников. Энтузиасты своими силами организовывают подобную встречу уже в третий раз. Это некое подведение итогов, где активисты делятся своими эмоциями и впечатлениями от поездок. Не все приверженцы традиционных средств передвижения. Изучать мир можно и на самодельном катамаране, и на велосипеде. У любителей крутить педали, кстати, накопилось немало предложений по обустройству специальных велодорожек в городе. Также они высказали претензии к уже имеющимся. Как сделать поездки на велосипеде по родной республике комфортнее и безопаснее? Предложение активистов выслушала Вероника Павлова. Если вам что-то не по себе, вы сядьте на велосипед и крутите педаль. Совет от заядлого велосипедиста Вячеслав Платонов, несмотря на почтенный возраст, преодолевает десятки километров за раз. Он основатель велодвижения «Солнце на спицах». Сумел собрать вокруг себя немало единомышленников. В этом году велосипедисты взяли за правило встречаться по четвергам на Московской набережной. Оттуда прокладывают маршруты по городу или изучают окрестности Чебоксар. Первое, что бросается в глаза, рассказывает Вячеслав Платонов, это необустроенные велодорожки. Вернее, они есть, но прокладывали их явно те, кто далек от велосипедной тематики. Например, от рощи Гузовского в сторону деревни Хыркасы есть специальная трасса для катания. Однако заканчивается она внезапно. И чтобы доехать до населенного пункта, приходится выезжать на оживленную трассу. «Есть методические рекомендации Министерства транспорта России. Очень добротные, очень понятно, изложенные. И там есть и СНИПы, строительные нормы правила, по которым надо делать эти велодорожки. То есть, вообще-то уже не надо изобретать велосипед. Надо просто брать и делать. А для этого нужна воля. Наверное, какая воля? Воля менеджера города, администрации города». По словам Вячеслава Платонова, раньше в Чебоксарской администрации даже специальная рабочая группа была по вопросам развития велодорожек в городе. Спортсмены-любители решили помочь местным властям и поделились своим видением об устройстве места для катания. Составили целую резолюцию. Но мало прокладывать трассы, необходимо внедрять в массы велокультуру. «Сотрудники ГИБДД приходят, к примеру, в школу и рассказывают, как переходить дорогу. Вот такие вот вещи. Но они не рассказывают, как вести себя на велодорожке, на велополосе. То есть, в итоге мы видим, что дети могут спокойно идти по велополосе, что крайне опасно». Форум прошел в третий раз. Активисты между собой даже день чувашского путешественника определили. Это 21 сентября. Людей, кому наскучили традиционные поездки, в республике немало. Есть энтузиасты, которые пересаживаются на самодельные катамараны, отправляются на поиски кладов по ветлужье по следам одноименной книги. Причем самим авторам. Истории эти вдохновляют, и ими нужно делиться. Поэтому чувашские энтузиасты планируют возобновить традиционные встречи на базе Национальной библиотеки. 7 октября, например, Петр Бритвин расскажет про парусную экспедицию и как он собственноручно смастерил плавательное судно и отравился погорять Ладожское озеро. Вероника Павлова, Дмитрий Макаров, Вести Чуваша. Тестовый проект для популяризации туризма запустили в этом году Ростуризм и Минфин России. В пилоте примут участие почти 100 тысяч учащихся из 18 регионов страны. Первая группа школьников из Чувашии уже открыла для себя столицу республики. Познакомьтесь, ежики, туристы и суслики. Впрочем, все они туристы. Школьники со всей республики – первые ласточки проекта детских субсидируемых туров по Чувашии и Чебоксарам. Первый тур «Открой свою столицу» познакомил ребят с предприятиями и учебными заведениями Чебоксар. А началось большое путешествие с погружения в мир Дворца детского и юношеского творчества. Но сначала регистрация. Ребята сами проходят все этапы, которые в обычной жизни решают за них взрослые. Хотя инициатива зарегистрироваться в программе, дети на предварительном этапе уже перехватывали у родителей. Инициатором я была сама. Я захотела сама зарегистрироваться. Попросила у мамы некоторые данные, которые нужны были. И зарегистрировалась. Загрузила некоторые свои грамоты. Международные, городские. И как я участвовала одна, так и компанией. В основном все были по творчеству, по актерскому мастерству. В нашей съемочной группе девочка рассказала, что больше всего пока понравились занятия в студии, где они с друзьями создавали птичек в технике оригами. Алика Сахмантеева в самой старшей команде, которую ребята думали-думали, да и назвали суслики. Весело же. Нескошно и познавательно провести два дня в Чебоксарах, значит, что и пошуметь можно от души. В шумовом оркестре. Вспеть Катюшу, пройти лабиринт всей команды, узнать про известных кружковцев, которые занимались в ДДЮТ, а позже стали звездами сцены и буквально по соседству в Куанториуме погрузиться в мир роботов и редких насекомых. Например, узнать, что в Чувашии южные богомолы 10 лет назад были редкими гостями, а сейчас живут с нами по соседству и даже зимуют. Как научить робота двигаться? Что можно разглядеть в микроскоп? В каждом кабинете море вопросов и море ответов. Во время экскурсии сами ребята активно снимают все, фотографируют и делают видео, и отправляют в соцсети сообщения в чат, где близкие заинтересованно следят практически в прямом эфире за развитием событий. Мы создали чат с родителями и постоянно с ними на связи. И как проходит экскурсионная программа, мы некоторые съемки выкладываем, и они очень рады, говорят о том, что как будто они рядом с детьми. Вот как увидел свое путешествие Кирилл Попов из Канаша. Городские легенды подготовили два тура «Открой свою столицу Чебоксары» и «Открой свою Чувашу». Оба длятся два дня и одну ночь. Сформированы по принципу «Все включено» – питание, трансфер, гостиницы, экскурсионные программы, музей, сопровождение гидов. Оба тура носят как развлекательный, так и образовательный характер. В Чебоксарах экскурсии по городу, интерактивные туры или поход к вышитой карте России. Ребята узнают о том, как управлять государством, и на живых уроках истории побывают в сквере Чапаева и парке Победы. На сегодняшний день у нас участвуют в этом проекте три туроператора и пять программ. Первые четыре-пять туров были разобраны буквально за несколько часов. Надеемся, что, наверное, до конца этой недели все-таки все места будут разобраны. С 1 октября будет запущен туристический тур по республике «Открой свою Чувашу». В программе «Дом музея Лобачевского в Козловке» селфи со страусами. Для лучших знатоков истории будет шанс прокатиться на пони. Школьников ждет интересная интерактивная программа в музее Бичурина, тайны магических урон и многое-многое другое. Анна Филипова, Дмитрий Макаров, Вести Чуваша. Футбольные клубы «Приволжье» завершают борьбу в чемпионате МФС «Приволжье». Матч 12-го тура для молодежного состава «Вурнарского химика Августа» был домашним. Однако неродная поляна республиканской школы футбола, неусиление состава квартетом игроков основы не помогли дебютантам окружной любительской лиги мастеров кожаного мяча одержать победу. Впрочем, исход матча был предсказуем. Дорожник из Каменки Пензенской области, команда в черной форме, за дюжину матчей, сыгранных в регулярке, уступил лишь один раз Димитровградскому орган-энергострою на поле соперника. Так что счет противостояния 0-3 был, как говорится, по игре. Мы просим, чтобы наигрывались ребята, получали какой-то опыт. Тем более, они дебютируют в этом сезоне. Мы в профессиональной лиге, они в любительской. И, соответственно, мы ждем к себе пополнения в профессиональную команду ребят, которые сейчас в этом сезоне обобьются. За два тура до окончания чемпионата «Химик Август» замыкает турнирную таблицу, уступая идущему на предпоследнем месте Ульяновскому университету одну очко. Очная встреча аутсайдеров пройдет 15 октября в Ульяновске. Напоминаю, сегодня пятница. ГИБДД Чувашии работает в режиме рейда по выявлению нетрезвых водителей. Так что не садитесь за руль под градусом. Вообще, вечер сегодня стоит провести на свежем воздухе. Погода располагает. На этой ноте мы завершаем выпуск. Хороших выходных и до встречи в эфире.